Политический хаос, не иначе, но как еще можно назвать то, что сейчас происходит на электоральном поле? До абсурда доходит. И до вранья. Политического вранья по принципу «сегодня скажу, а завтра...» А вот что будет завтра, неважно. И будет ли оно? Это завтра для страны и для людей. Главное сегодня побольше поговорить. Все, без исключения, кандидаты-дебютанты в избирательной гонке засветились на лжи. Одна горошила тем, что ее якобы поддерживают от 23 до 27% избирателей. Правда, откуда взяла цифры? Кто проводил исследования? Я так считаю. Другой кандидат, видимо, из-за отсутствия вменяемых идей спекулирует на теме коронавируса. И утверждает, что белорусы массово едут в Россию делать МРТ. Вы серьезно? Вы точно кандидат? Может, действительно, кое-кому не помешало бы МРТ головного мозга? Но сегодня про того, кто и кандидатом-то не стал, но очень хотел. Причем так, что уехал из страны, как только не стал. Политическая история Валерия Цепкала – самая грязная. Тут информации и про деньги, и женщины, и политические обещания. Да такие, что даже самые безумные сценаристы индийского кино на смех подняли бы. В общем, Цепкала перебрался в Москву, откуда налево и направо раздает интервью. Ну как интервью? Заносит человека. У меня, кстати, один из моих друзей, он член британского парламента. И когда я начинал предвыборную кампанию, он очень-очень просил меня стать президентом, для того, чтобы мы помогли улучшить отношения между Великобританией и Россией. Потому что на самом деле, как я это понимаю, что есть огромная потребность, в том числе и в странах Евросоюза, чтобы отношения вернуть к прежней ситуации, которая, по крайней мере, осуществовала до 2014 года. Наверное, это непросто. Президентом какой страны вам предлагали стать, чтобы улучшить отношения между Великобританией и Россией? Тут даже ведущий не сдержался от такой мании величия. Оказывается, Кремль должен был, всего делов-то, за помощью к Цепкало обратиться. Впрочем, один диагноз несостоявшийся кандидат поставил себе сам. Оказывается, он трижды переболел коронавирусом. Если это правда, то где необходимый карантин и самоизоляция на 14 дней? Сейчас еще половина российских масс-медий перезаражает. А если это ложь? Если честно, я нигде не видел информации, что один человек переболел бы трижды коронавирусом. Вот среди ваших знакомых такие есть? Ну, ладно, если не трижды, то хотя бы дважды. Но у трижды больного, видимо, свои методы подсчета и свои схемы. А почему он, кстати, в Москве? А потому что якобы ему угрожали кто и зачем. А еще потому что якобы хотели забрать детей. Мол, в школу пришли представители прокуратуры и начали собирать информацию, чтобы лишить родительских прав. В школу? Летом? Прокуратура? Цитата из телеграм-канала Генеральной прокуратуры. Эти сведения являются недостоверными. Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкала, не посещали. Никаких действий, направленных на решение Валерия или Вероники Цепкала родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований. В общем, кто-то врет. Зачем? Первое, о чем подумалось, через историю с детьми очень легко разбудить сочувствие у общества. Ну хорошо, тогда давайте факты наступим. А, их нет. Ну тогда это только слова. Помните, как у Гоголя в ревизоре про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла? Так вот претендент в кандидаты напоминает ту самую вдовушку, которая так старается, так старается, но своими действиями и словами высекает лишь себя. Бить на родительские чувства. Замазаться с деньгами крупного бизнеса. По этому делу идет суд, который Цепкало игнорирует. А еще есть претензии от своего же избирательного штаба, мол, не всем заплатили за работу. Или вот эта фраза. Если в Беларуси будет жарко, то 9 августа я приеду. Расшифровать можно так. Ребята, вы там сражаетесь? Я понаблюдаю. Ну а если что, подтянусь. Но не факт. Слушайте, с такими друзьями и враги не нужны. И это очень пересекается с теми самыми кандидатами-дебютантами на этих выборах. Нет внятных программ. Из обещаний, например, освободить тюрьмы. Вот это как вообще? Вы представляете, что тогда начнется на улице? У некоторых нет вообще ни встреч с избирателями, ни самих программ. Просто погулять выше. А что это за заявление о том, что выборы нужны, чтобы организовать какие-то новые перевыборы? По-моему, это один из самых жестких фейков. А еще это злоупотребление доверием тех, кто поверил. Слушайте, ну мы же все хотим, чтобы было лучше. Но вот некоторые предлагают помучаться. Или вообще ничего не предлагают. Опять это извечное. Лучше пусть будет хуже. Кому от этого будет лучше? Зачем? Чтобы полыхнуло по всей стране? Так было уже. В Молдове вам расскажут. В Украине покажут, с чего все начиналось. С того же самого принципа. Сгорел сарай, гори и хата. Как плохо в Беларуси, Валерий Цепкал обещает рассказать в Западной Европе и США. Правда, непонятно, как будет объяснять свои три короны. Хотя, если это ложь, то объяснять. Значит, тогда эти три короны предназначались для белорусов. Вранье. Знаете, всегда критиковал тех, кто говорил, что Валерий Цепкал – это сбитый летчик. Вот это неправда. Это самый настоящий фейк. Никакой он не сбитый летчик. Его самолет просто даже не взлетел.